Друзья, всем привет! Меня зовут Женя. Вы находитесь на моем канале о творчестве. Я очень рада, что вы ко мне сегодня заглянули. У нас сегодня с вами будет коротенькое включение, в течение которого я хочу ответить на один вопрос. Вчера, 4 декабря, я выложила очередной тег на свой канал. И утром мне моя зрительница задала вопрос. Вы так-то хорошо начали, а сейчас одни теги. Почему так? Итак, я хочу ответить на этот вопрос, потому что мучил он меня ещё задолго до того, как мне зрительница его задала. Ей я, конечно, уже ответила в комментариях, но так как он мучает и её, и меня, я могу предположить, что, возможно, им задаётся ещё кто-то из моих зрителей. Поэтому я на него отвечу. Коротко и, надеюсь, быстро. Всё, что я скажу, это просто факты. Это просто то, скажем так, что происходит на моём канале и почему так происходит. Это не эмоции, это не жалобы, это не оправдание, это не агрессия, это не что-то ещё. Это просто факты. Просто я объясню, почему так. Итак, почему так много тегов? Если проанализировать работу моего канала за месяц, то в моём месяце рабочем, скажем так, выходит два видео с тегами на канал. Это от общего количества за месяц примерно 20%, плюс-минус несколько процентов. Для себя я считаю это допустимым. Относительно концепции самого моего канала в самом первом видеознакомстве с вами я рассказывала, что мой канал – это канал о творчестве и канал более развлекательного характера. Мастер-классы, обзоры, может быть, будут, а может быть, не будут. Для себя я, конечно же, хочу, чтобы мой канал был наполнен не только интересными болталками и тегами, но и полезными какими-то мастер-классами и обзорами пряжи, набором для вышивки и чем-то ещё полезным. Но, скажем так, что такое тег для зрителя? Это хорошая болталка, под которую можно хорошо провести время, отлично повязать, порукоделить и сделать домашние дела. Что такое тег для блогера? Это хороший способ заполнить контент на канале развлекательным жанром, который очень легко снимать за счёт того, что у нас есть определённый план, с которого мы придерживаемся и хорошо вам вещаем о той или иной теме. Это лёгкое при съёмке и монтаже видео. Почему я склоняюсь последний месяц, весь ноябрь и начало декабря к болтательным видео? Я такая же женщина, жена и мама, как и большинство, я считаю, моих подписчиков на канале. У меня также есть посуда, которую надо мыть, полы, которую надо мыть, магазин, в который надо ходить, еда, которую нужно готовить, ребёнок, с которым нужно играть, ходить в поликлинику, делать прививки, гулять, развлекаться. Муж, которого тоже нужно окружать заботой, вниманием и всячески ему помогать в его жизни тоже. Я такой же человек, как и вы. У меня также болит спина. Я хожу сейчас на массаж. Я такой же человек, как и вы. И мне также нужно делать свои какие-то дела. И, к сожалению, всё это наслаивается. И в ноябре у меня произошёл определённый бум по домашним и семейным делам. К тому же в ноябре я ввязалась в марафон и для себя и определила, что ввязываться в марафон вязальный и ввязываться в введение канала, и совмещать это в том, что я напоминаю ещё раз маму в декрете, это достаточно сложная задача. И на съёмки мастер-классов и обзоров пряжи не хватает ни времени, ни моральных сил. Для того, чтобы снять болталку, достаточно хорошо выложить на столе какие-то предметы и сесть поболтать на камеру. Для того, чтобы снять мастер-класс или обзор пряжи, нужно подготовиться технически и нужно подготовиться морально. В последний месяц мне это, к сожалению, не удавалось. Я не жалуюсь, я не оправдываюсь. Просто такие факты, скажем так. Мой канал был задуман как развлекательный, с добавлением обучающего и полезного контента. Поэтому я, в принципе, придерживаюсь своей задумки. Но я хочу наполнять и полезным видео свой канал. Поэтому, что я хочу предложить вам в декабре. Я хочу снять в декабре два обзора пряжи и один мастер-класс по узору. Узор, которым я буду вязать свитер, я буду брать из книги Норрегорн, но немножко его прорежу, уберу там некоторые переплетения. Также я задумала вязать сыну простой свитер. Я практически связала один свитер, но там есть некоторые технические моменты, которые я увидела на этом свитере. Поэтому я куплю пряжу. И если у меня получится, то в декабре, а если не получится, то в январе выйдет мастер-класс на простейший свитер. Свитер еще не довязанный, но это простейший свитер, лицевой гладью, с имитацией вточного рукава, с горлышком-стоечкой. Я хочу связать, немножко исправить некоторые моменты. И я думаю, что свитер из Ланы Голд, самый простой, на ребеночка будет достаточно актуальным. Я постараюсь сделать максимально подробный мастер-класс на эту модель и отснять мастер-класс. Но мы все помним, что впереди Новый год. Я также, как и вы, готовлюсь к Новому году и готовлю подарки ручной работы. Я вяжу маме шаль, а это, извините, не просто фу и готово. Я должна связать вот этот свитер. Для того, чтобы понять, как снимать мастер-класс, мне нужно связать мужу комплект, потому что зима уже на дворе, а я еще не связала ему ни шапку, ни шарф. Поэтому я постараюсь совместить и обзоры, и мастер-классы. Собутствующие причины, почему я отдаю предпочтение развлекательному контенту, нежели контенту обучающему. Мастер-классы, которые снимаю я, они пользуются какой-то популярностью, потому что масса мастер-классов на Ютубе, более старых, более просмотренных, более, может быть, информативных и грамотных, которые Ютуб предлагает в первую очередь зрителю, новому зрителю. Поэтому мои мастер-классы не пользуются какой-то особой популярностью. Мои обзоры пряжи также не пользуются популярностью, поэтому я, естественно, как разумный человек, хочу добиваться того, чтобы мои видео смотрелись. Вот, поэтому выбрать мастер-класс или выбрать болталку, мне проще выбрать болталку, потому что это снимать проще, монтировать проще, и это более востребовано на моем канале. Дальше сопутствующая причина – это свет. Я сейчас не включила освещение верхнее, и вы видите, что на кухне достаточно темно. Я, конечно, стою в тени, да, в углу, не напротив окна, но, тем не менее, напротив окна ситуация не сильно лучше. На столе, опять же, ситуация не лучше. Дальше. Понятный свет, ладно, бог с ним, как-то можно подловить и отснять. Дальше. В начале видео, ну и, я не знаю, может быть, до конца видео вы тоже можете услышать, звук болгарки. У нас под окном располагалась крытая автостоянка, сделанная из профилей таких, и накрытая поликарбонатом. Сейчас эту автостоянку демонтируют, поэтому снимать сейчас обучающий или полезный контент, но дело такое, не очень интересно будет смотреть про пряжу и слушать болгарку. Думаю, вы меня поймете. Вот такие сопутствующие основные причины тому, что у меня контент сейчас максимально болтологический, минимально познавательный. Я надеюсь, что вы меня поймете. У меня есть к вам пара вопросов. Если вы досмотрели это видео до этого момента, я вас попрошу на них ответить. Просто мне интересно и хочется услышать ваше мнение. Если хоть кто-то мне ответит, я буду очень рада и благодарна вам. Вопрос номер один. Впереди Новый год, впереди новогодние праздники. Ну, и там, естественно, конец месяца. У меня такой вопрос, такая дилемма. Видео о готовых работах декабря. Вам было бы удобно посмотреть в начале января или в конце декабря в праздничной суматохе. Просто мне интересно, когда вам будет это удобнее и интереснее посмотреть. Тогда я и для себя определю, когда мне это будет удобнее снять. И второй момент. Я тут недавно готовила кое-что вкусненькое. И у меня появилась мысль, а почему бы мне не снимать какие-нибудь рецепты. Все мы женщины, у всех у нас семьи, и все мы любим покушать так или иначе. И бывает иногда какой-нибудь рецептик хочется новенький ввести. Я понимаю, что я, может быть, не что-то там сверхъестественное такое готовлю, но мне бы хотелось просто поделиться некоторыми рецептами. Может быть, они вас заинтересуют. Я вас попрошу ответить, да, было бы вам это интересно, если у меня периодически на канале будут возникать какие-то кулинарные зарисовки. Дело в том, что канал-то мой о творчестве, кулинария – это тоже своего рода творчество, поэтому в концепцию, скажем так, моего канала это вписывается. Мне интересна ваша реакция. Было бы вам это интересно или полезно. Вот так вот я постаралась ответить на этот вопрос, коротко, сжато и максимально информативно. Надеюсь, что вы меня поддержите. У меня самые замечательные, самые прекрасные, самые умные, талантливые, добрые, отзывчивые зрители на канале. Я вас очень всех люблю, очень уважаю. Все ваши вопросы, все ваши замечания, все ваши комментарии, все ваши добрые слова я воспринимаю очень близко к сердцу и стараюсь ориентироваться на вас, на своего зрителя, делать свой канал интересным не только для себя, но и для вас. Вот, поэтому все ваши слова я ни в коем случае не воспринимаю как какое-то неприятное для себя дело. Я воспринимаю это как мотивацию, как сделать лучше. Вы мне в этом очень сильно помогаете, и я вам за это всегда благодарна. Вот, я теперь с вами буду прощаться, смонтирую быстренько это видео и выложу на канал. Буду ждать ваших замечательных, прекрасных, как всегда, комментариев. А если они будут не самые замечательные, не самые прекрасные, я тоже буду их ждать. Вам я пожелаю всего самого доброго, чтобы у вас не работала болгарка под окном и не мешала вам заниматься вашими делами, чтобы у вас не болела спина и вам всегда хватало времени на ваше творчество и на ваши домашние и любые другие дела. А теперь я буду с вами прощаться. Предварительно напомню, что если вы вдруг еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайк этому видео, мне будет очень приятно. И теперь точно пока-пока, до новых встреч в новых видео.